Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Вечером после работы, заехав в магазин за продуктами, детектив Игорь Лукин возвращался к своей машине. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Ты как, ничего? Кажется, вы мне жизнь спасли. Да ладно, все ерунда. Спасибо. Да не за что. С вами все в порядке? Да, слава богу, чертежи не пострадали. Я даже не заметил, как перехожу дорогу. Да? А мне почему-то показалось, что вас нарочно хотели сбить. Посмотрите, след какой. Вот он завернул и даже не пытался притормозить. Похоже, это покушение. Да? Черт, тогда это уже второй случай за неделю. А что, уже был наезд? Нет. Три дня назад, где-то около десяти часов вечера, я возвращался домой с работы. У нас в подъезде темно. Две недели назад что-то там перегорело. Никак причинить не могут. Зашел подъезд, начал подниматься по лестнице на свой этаж. Меня сразу кто-то отрубил электрошокер. Эй, что там случилось? А нападавшего вы видели? Нет, сосед видел. Он испугнул бандита. Говорит, тот пытался меня перекинуть через перила вниз. Но кто это был, темноте не разглядел. Сосед меня в чувства и привел. Понятно. А в милицию заявили? А толку? Я жив, ничего не пропало. Да и мать я не хотела пугать. У нее больное сердце. Вы зря так к этому легкомысленно относитесь. Вы к вам подозреваете? А вы что, из милиции? Почти угадали. Я частный детектив. Вот что, давайте-ка я вас довезу, а по дороге мне все расскажете. Спасибо. А вы что, инженер? Почти. Архитектор. Николаев Александр Сергеевич. Второй месяц работы в архитектурном бюро у Анисимова. Слышали о нем? Да, конечно, слышал. Вам повезло работать с таким человеком. Вы правы, он гений. Правда, немного старомозен. Представляете, не признает компьютерные программы. До сих пор все проекты заставляет чертить, как раньше, на Ватмане. А у вас враги есть? Ну или недоброжелатели? Да нет. Кроме работы я нигде особенно не бываю. Да в архитектурном бюро я недавно ни с кем, кроме бывшего однокурсника, не общаюсь. Значит, в городе вы всего два месяца, их уже успели кому-то насолить. Я? Но я никому ничего плохого не делал. Только работал. И работал хорошо. Иногда достаточно одного этого, чтобы нажить себе врагов. Вы думаете, этот случай не последний? Я думаю, да. Может быть, вы могли бы в этом разобраться? Ну, кому я мешаю? Только с деньгами у меня сейчас напряженка. Вот как только сдадим проект... Не стоит беспокоиться о деньгах. А вашим делом я займусь. Попробуем разобраться. Утром следующего дня детектив рассказал помощникам о новом деле. Но кому может помешать бедный архитектор? Вот это нам и предстоит выяснить. Да, номера машины я не заметил. Впрочем, как и марку машины. Во-первых, машина ехала с включенными фарами, было темно. Да вообще все очень быстро произошло. Ну, в общем, зацепок никаких. Как нам теперь ее искать? Есть одна зацепка. В момент наезда машина сильно ударилась колесом обождерный камень. Так что на колесе должен быть четкий след. Зацепка-то совсем маленькая. С чего начнем? Начнем мы, пожалуй, с архитектурного бюро. Отправляйтесь туда, пообщайтесь с коллегами Николаева. Вообще, узнаете, что там в них творится. Ну, а я поговорю с соседом. Ясно. Вместо того, чтобы заказать банкетный зал, он устраивает все, хватит. Чем могу помочь? А мы хотели заказать у вас недорогой проект на датчику. Кровец, ты свободен? Так отложи, я к тебе сейчас заказчиков пришлю. По коридору, третья дверь направо, архитектор Кровец Анатолий Леонидович. А нам друзья говорили, что у вас самый лучший Николаев. В бюро Анисимова все лучшие. Ну, Кровец так Кровец, спасибо. Пойдем. Ты заметила, как ведет себя секретарша? Как будто она здесь главный начальник. Да, ты заметила, что у Николаева нет на работе? Заметила. Игорь Петрович, мы в архитектурном бюро. Николай сегодня не вышел на работу. Вы бы проверили, может, у него что случилось? Хорошо, как раз возле его дома. Сейчас выясним, в чем дело. А, вон он идет. Все, продолжайте работать. Александр! Вы почему не на работе-то? Вам с утра давление подскочило, скорую вызывал. Напугали. Хорошо, скажите, а где живет сосед, который видел преступника? 15-я квартира. Просите, я побегу. Звонил на работу, что буду через 40 минут, а уже почти час прошел. Да, да. Бывший однокурсник Николаева Анатолий Кровец знакомил детективов с образцами элитных коттеджей. Да, вы знаете, этот домик нам очень, конечно, нравится, только вот нам цена не подходит, не по карману. Хотелось бы что-нибудь такое же, красивое и... Подешевле. Дорогие мои, красивое и дешевое не бывает. А нам говорили, что Николаев находит оригинальное бюджетное решение строительства загородных коттеджей. Кто Николаев? Да это туалеты с предбанником. Если хотите, обратитесь к нему. Ну, мы слышали, что он талант, что Анисимов его из Сибири привез, разве нет? Увы, это правда. Это была самая большая ошибка Сергея Антоновича. Так вы будете строить дом или нет? Мы-то будем. Вот вы предложите нам, пожалуйста, что-нибудь подешевле и попроще. Обратите внимание на вот этот прекрасный домик, на его ломаные линии крыши, на веранду. Пока Кровец описывал достоинства очередного проекта, Иван незаметно установил в его кабинете скрытую камеру. Помощники вели наблюдение за кабинетом Кровца. Смотри-ка, Кровец ворует чужие идеи. Отовсюду понемножку и собственный проект готов. А Гонору-то, а? Заметь, серость всегда ненавидит талант. Привет, Толик. Старик меня не искал? Нет, ему сейчас сегодня не до тебя. Его сегодня весь город с юбилеем поздравляет. Как мать? Спасибо, уже лучше. А где Лера? Я ее не видел в приемной. Наверное, у отца. Саня, ты уже на месте? Ребята, я только что от папы. Он приглашает вас сегодня обоих к нам домой по случаю юбилея. Начало в семь. Как здорово. Ну, надо идти работать, а то я не успею. Спасибо папе за приглашение. Лер, ты что, со мной играешь? Что за поцелучки с Николаевым? А ты что, ревнуешь? К нему? Да он тупица. Ни за что. О, не забывай. Этот тупица может стать твоим начальником. Папа еще не решил, кого из вас назначить твоим замом. На это мы еще посмотрим. Зам Анисимова ушел на пенсию неделю назад. Вот вам та самая кривая дорожка столкновения интересов. А что делает в архитектурном бюро дочь Анисимова? Работает там секретарша. И, кстати, оба приятеля имеют на нее виды. И обоих выделяет Анисимов по работе. Понятно. Здоровой конкуренции это здесь и не пахнет. Коровец работает в бюро давно. Николаев без году неделя. И Николаев уже против заместителей. Да. А у этого кровца машина есть? Есть. Но сегодня он на работу приехал без нее. И у дома ее тоже нет. Мы проверяли. Интересно, а где же она? Вот что. После работы понаблюдайте за ним. Хорошо, проследим. А сосед Николаеву, он что-нибудь толковое рассказал? Ничего он толком не пояснил. Говорит, что в подъезде было темно. Он даже не понял, мужчина это был или женщина. Ну что, я думаю, на банкете-то нашему клиенту ничего не грозит? Да нет. Ну, кровец же не дурак. Если это кровец. Вы вот что, на всякий случай побудьте там. Надо, значит, будем. Весь день помощники продолжали наблюдать за кровцом. Забрав после работы свою машину из гаража, Анатолий приехал к дому Анисимовых. Так, ну сейчас оно идет, а мы проверим машину. Угу. Ну, по количеству цветов. Кровец уже явно обходит Николаева. Еще не вечер. Бери фонарик, пойдем посмотрим. Лен, посвети-ка сюда. Резина чистая, диск тоже. А вдруг он успел заменить колесо? Вряд ли. Если бы он его поменял, оно было бы другое. А здесь все четыре одинаковые. Вообще и болты тоже проржавели. Ладно, завтра проверим его. Алиби на вчерашний вечер. Еще разъяснится. Детектив Игорь Лукин расследует дело о покушениях на молодого архитектора Александра Николаева. Молодого человека пытались толкнуть с лестницы, обездвижив электрошокером, а затем его чуть не сбила машина. В ходе расследования становится известно, что у Николаева есть завистник. Бывший однокурсник, а на не коллега по работе в архитектурном бюро Анатолий Кровец. Интересно, что подают на юбилей у архитектора. Крайний бой, жареный поросенок. У нас тоже где-то бутерброды были. Иван и Лена уже больше двух часов наблюдали за домом Анисимова. Господи, что с ним? Пошли. Саша, Саша, здравствуйте. Мы помощники детектива Игоря Петровича Лукина. Он попросил присматривать за вами на всякий случай. Что случилось на юбилее? Это конец. Это конец всему. Саша, я прошу вас, успокойтесь. Поехали в офис, там вы все расскажете. Поехали. Помощники привезли расстроенного Николаева в детективное агентство. Меня обвинили в правстве. Господи, какой стыд. А вы что, действительно что-то украли? Да нет, конечно. Все получилось так глупо. Сережа, я не могу найти золотые часы, которые мы тебе подарили. Ты их не надевал? Нет, я их не надевал. Ну, они где-то на столе лежат. Да нет, их там нет. Там только коробочка пустая. Лер, ты не убирала? Скажешь, что же, мама, зачем мне? Это падает подарок? Саша, ты, по-моему, последний их рассматривал. Да, но я сразу положил их на место. Их нигде нет. Дорогая, ну успокойся, пожалуйста. Ну, найдутся эти проклятые часы. Ну, господа, давайте веселиться, а? Сергей Антонович, все гораздо серьезнее. Это вопрос честен. На нас с Николаем падает подозрение. Давайте выложим содержимое всех карманов. И начнем с меня. Неужели они вас обыскали? Да. Турик заставил Леру проверить наши вещи. Это было так унизительно. И что же? Часы оказались у вас в кармане? Хуже. Ну, все, хватит, мам. Я проверила карманных курток. У ребят ничего нет. Зачем ты только завелась этими часами? Лера, ты не проверила мою барсетку и Сашу тубусу. Толя, ну, это же ни в какие ворота не лезет. Ну, остановись, пожалуйста. По-моему, Анатолий совершенно прав. Надо проверить все здесь и сейчас. Вот. Только копайся в этом самом. Я пошла звонить в милицию. Этого ворюгу надо упрятать в тюрьму. И надолго. Змею пригорела на груди. Говорила я тебе, кого ты на работу взял. Так ты еще и в дом его привел. Элла! Элла, никуда не надо звонить. А вы, молодой человек, надеюсь, понимаете, что должны покинуть мой дом. Сергей Антонович, ну, это же не я. Я не хочу вас слушать. Вон из моего дома! Скажите, Саша, а кто мог подложить вам часы в тубус? Да кто угодно. Он же в прихожей стоял. А этот Кровец мог это сделать? Не. Не. Мы с Толиком знакомы 10 лет. Лера? Да Лера нормальная девушка. Она изначально не хотела в этом участвовать. Ничего не понимая. В квартире никого не было. А Анисимова, они милейшие люди, здесь не о чем говорить. Это катастрофа. Подождите, не переживайте так. Да, Анисимов меня выгонит с работы теперь. Это конец всему. Мне теперь только один выход. Головы с моста. Выбросьте эти мысли из головы. Вы о матери своей подумали? Кто о ней, кроме вас, позаботится, а? В общем так, мы сейчас отвезем вас домой. Вы успокойтесь, а я вам обещаю. Мы найдем того, кто портит вам жизнь. Проводив Николаева до квартиры, детективы обсуждали последнее происшествие с клиентом. Да, но сейчас с вами все ясно. Это грубая подстава и подбросила их Николаеву. Его друг, Кровец. Ну, это не факт. Его вина пока не доказана. Мы его алиби мы обязательно проверим завтра. Хорошо, значит, продолжайте наблюдение за Кровцом и Лерой. Если она метила себе красав женихи, то могла все подстроить. Да, я попробую поговорить с самим Анисимовым. Вы объясните ему, что Николаевич ни в чем не виноват. Ну, постараюсь. Все, давайте, до завтра. На следующий день Лукин приехал домой к Анисимову. Пожалуйста, не волнуйтесь, Сергей Антонович. У мужа был сильный сердечный приступ. И вообще я не понимаю, как он согласился на встречу с вами. А вы не допускаете, что элементарно Николаева эти часы могли подбросить? В нашем доме такими вещами не шутят. Николаев вор. Мы все были этому свидетели. А он вообще никто. И звать его никак. Деревня. Слава Богу, что Толя раскрыл мужу на него глаза. Вот кто замечательный, интеллигентный, молодой человек. Элла, позволь мне самому осуждать достоинства и недостатки моих сотрудников. Лучше сделай нам гребкий чай. Тем временем помощники детектива продолжали наблюдать за кабинетом Кравца. Как хорошо, что ты зашла. То голова раскалывается. Столько идей записать все не успеваю. Талантище ты наш. Будем считать твое назначение у тебя в кармане. А что говорят дома? Дома про тебя говорит только моя мать. Считает твой вчерашний поступок просто геройским. А ты нет. Ты же знаешь, я всегда ставлю на победителя. Но правда Сашку жалко. Значит у вас что-то с ним было? С чего ты взял? Твоя мать рассказывала, что видела, как вы с ним целовались. А с каких-то пор ты стала обсуждать меня с моей матерью. С тех, как сдал тебе предложение и никак не дождусь на него ответа. Так это правда? Нет. Мы с Сашкой просто друзья. Он как-то чмокнул меня в щеку, а мать уже нагородила. Странно. Я его так мало знаю, мне кажется почти родным. Лер, как только меня назначат за домом, давай поженимся? Не торопись. Пусть сначала назначат. Кстати, отец ищет Николаева, а его нигде нет и на звонки не отвечает. Пьет-то, наверное. Из-за того, что неудачно провернул дело. Слушай, я тут Сашкин тубус прихватила из дома, он вчера забыл. Может, завезешь ему, как раз проверишь, как он там. Вы же друзья? Ладно, но только ради тебя. А я домой. А то отцу плохо после вчерашнего. Значит, вы защищаете интересы Николаева? Поймите меня правильно, я сам не могу в это поверить. Хотя Толя мне и объяснил, почему Николаев пошел на столь гнусный поступок, но все равно, меня огложат сомнения. А вы не могли бы рассказать, что объяснил вам Толя? Зачем? Зачем он это сделал? Не понимаю. Простите, Сергей Антонович, и вы, Элла Валентиновна. Простите за то, что я сразу правду не сказал. Это я во всем виноват. Зачем себя-то так корить, Анатолий? Я должен был вам с самого начала рассказать всю правду о Николаеве. О том, что он алкоголик и проиграл кубную сумму в игровые автоматы. Да еще и мама у него болеет. Вот он и решил, наверное, часы украсть. Сергей, слышишь? И этого мерзавца ты называл своим самым лучшим сотрудником и учеником. Господи, куда твои глаза глядели? Вы не представляете, как тяжело мне это пережить. Я полюбил Сашу за его дерзкие проекты, за его безграничный талант. Не могу, не могу в это поверить. Да-да, я вас понимаю. Да нет, это вы меня поймите. Он не напомнил меня в молодости. Такой же романтик в архитектуре. Я всю жизнь хотел иметь сына, думал, он пойдет по моим стопам. Но, увы, я ему приписал те качества, которых у него нет. Ну как же, у вас же есть дочь. Да, есть. Но у него нет ни способностей, ни желания заниматься архитектурой. И никаким другим любым делом. В этом она похожа на мать. Понимаете, ее главная цель в жизни – это правильно выйти замуж. Да. Простите, а это что же, вы? А что, не узнать? Ну. Это я на первом курсе был орлом. Это на третьем. А сейчас, сейчас превратился в старого индюка. Ну, это вы на себя наговариваете. И все же я не верю. Не верю, что Николаев мог что-либо украсть. Да понимаете, я сам в это не верю. Не могу никак поверить. Прошу вас, вы же детектив. Ну, разберитесь во всем этом. Ну, поэтому я здесь постараюсь разобраться. Я с вами еще свяжусь. Все доброе. Спасибо. До свидания. Игорь Петрович, алиби Кравца на момент покушения на машине подтвердилось, он был у матери. А в остальном вы оказались правы. Это насчет Леры и Кравца? Да, похоже, они действуют заодно. Сегодня Николаев не вышел на работу, и Лера послала к нему Кравца. Хорошо, продолжайте наблюдение. Узнайте, есть ли у Анисимовых машина, и выясните, где Лера была в тот вечер. Санек, все образуется, главное, не дрей. Спасибо, что зашел. А то прям хоть петлились. Да ну что ты, для этого друзья и нужны, чтобы прийти в трудную минуту. Зачем же он столько выпил? Ты-то сам не впил? Да нет, я за рулем, что ты. А тебе и грех в такой ситуации не выпить. Сейчас поедем к Анисимову. Игорь Петрович, Кравец напаял Николаева до положения рис. И похоже, везет его к Анисимову. Вот пройдоха, а. Ведь он же уже сказал Анисимову, что Николаев тайный алкоголик. И теперь приход пьяного Николаева только вобьет последний гвоздь в крышку гроба. Ладно, я возвращаюсь к Анисимову. Будь мужиком, Сань. Действуй, как договорились. Объясни Анисимову, что ты не виноват. Он тебя любит и все поймет. Я не трус. Ты со мной, друг? Нет, я на работу. Мне надо на работу заехать. Ну, все, давай. Ну и сволочь же этот Кравец. Неужели ему все сойдет с рук? Да нет, конечно. Ни в коем случае нельзя, чтобы Николаев в таком виде появился у Анисимова. Пойдем, поможешь его в машину посадить. Куда вы меня тащите? Пустите, я хочу поговорить с Сергеем Антоновичем. Обязательно. Обязательно поговорите. Только завтра. Вань, сейчас я его домой отвезу, а вы продолжайте наблюдение. Там вся семейка в сборе. Детектив Игорь Лукин расследует дело о покушении на молодого архитектора Александра Николаева. Под подозрением бывший однокурсник, а ныне коллега Николаева Анатолий Кровец, который завидует Александру, а также ревнует его к дочери начальника Лере Анисимовой. Подозрения усиливаются, когда Николаева обвиняют в воровстве. Детективы предполагают, что их клиента подставил именно Кровец. Фу, какая гадость. Ну что, пришли немножко в себя? Вы зачем так напились-то, а? Я не знаю. Только все подливал и говорил, что я должен все объяснить Анисимову. Да? И что же вы должны были ему объяснить? То, что вы все деньги проигрываете в игровых автоматах? Или то, что вы тайный алкоголик? Да вы чего? Я за пять лет впервые сегодня столько выпил. Потому так и развезло. И в автоматы никогда не играл. Этот Кровец так объяснил Анисимову? Вот именно. И еще он сказал, что часы вы украли, чтобы помочь больной матери. Вот так. Скажите, а отец-то ваш давно умер? У меня никогда не было отца. Мать всю жизнь воспитывала меня одна. У всех были отцы. У меня не было. Анисимов, он верил в меня, как в сыну, понимаете? Да, я понимаю. Саша? Что с тобой? А вы кто? Что вы тут делаете? Иван и Лена продолжали наблюдение за квартирой Анисимова. Только что звонил Толик. Сказал, что пьяный Николаев рвется к нам домой. Господи. Ну что еще нужно от нас, этого мерзавцу? Лера, послушай меня. Вот кто действительно тебе нужен, так это Кровец. Умный, интеллигентный, обходительный. А что, если мне больше нравится Николаев? Вот возьму и выйду за него замуж. Ни за что в жизни. Ни за что. И даже в шутку так не смей говорить. Да ладно, успокойся. Я на неудачников не ставлю. Хотя и Кровец не подарок. Между нами девочками это он подложил часы Сашке в тубус. Лера, с чего ты это взяла? Сама видела, когда на кухню выходила. Лера, ты что-нибудь напутала? Своими глазами видела. Только вот говорить об этом никому не собираюсь. Пусть Сашка сам выплывает. Так что ты особо Толиком-то не восхищайся. Вот стерва. Да, дрянина редкостная. Ну, благодаря ей мы точно знаем, что подставу с часами устроил Кровец. Надо сообщить Игорю Петровичу. Игорь Петрович рассказал матери Николаева, как и почему оказался у них в квартире. Спасибо, что позаботились о моем сыне. Вы знаете, в таком состоянии я его никогда не видела. Как я не хотела, чтобы он шел работать к этому Анисимову. Ну, прям вот как чувствовала. А вы что, вы его знаете? Ну, да. Учились вместе. И с ним, и с его женой. Архитектурный, правда, мне не пришлось закончить. Рождение сына, да? Да. Мать-одиночка. В городе родных никого нет. Помогать некому устроилась чертежницей. Вот и незаконченное выше. Ну, ничего. Зато вам с сыном повезло. Такой талантливый, перспективный. Кстати, сама Анисимов сегодня об этом говорил. Знаете, а его мнение меня не волнует. Да, понимаю. Простите. Да. Я понял. Подробности потом. Все, встретимся в офисе. Вы меня извините. Мне идти надо. Так вы поможете моему сыну? Я постараюсь. Обязательно. Скажите, а кто отец Александра? Этот человек для меня не существует. И я не хочу о нем говорить. Ну, что ж. Нет так нет. До свидания. Своими глазами видела. Только вот говорить об этом никому не собираюсь. Пусть Сашка сам уплывает. Лера подтвердила нашу версию насчет Кравца. Ну да, даже если у Кравца было алиби, он мог кого-то нанять для наезда. Да, мы проверили, Лера тут ни при чем. У Анисимовых есть автомобиль, но Лера машину водить не умеет. И где же сейчас этот вероломный друг Николаева? А на работе изображает приступ трудового энтузиазма. Ворует чужие проекты. Ну, что ж, пора поговорить мне с этим трудягой. Детектив напрямую высказал Анатолию свои подозрения. Вы что, с ума сошли? Чтобы я подсоял друга? Не надо изображать негодование. У вас нет благородства ни на йоту. Полюбуйтесь. Между нами девочками-то он подсоял часы Сашке в тубус. Ты что такое говоришь? Сама видела, когда на кухню выходила. Так что, стыдно, гражданин Кравец. Но это еще и игрушки. По сравнению с тем, что вы за эту неделю уже дважды пытались убить Николаева. Что, Сашку хотели убить? Кто? А тот, кому он мешал продвигаться по служебной лестнице. И кому он мешал стать зятем Анисимова. Вы на что намекаете? Что б я на убийство? Да ни за что. Часы я подложил. Да, это был глупый поступок. Вам придется в нем признаться. Сами Анисиму расскажете или мне это сделать? Черт. Ладно, я готов. Сергей Антонович, ну поймите, это была всего лишь шутка. Я же не думал, что примется такой трагический оборот. Хотите, я на колени встану. Ну, простите, пожалуйста. Ты еще смеешь мне говорить о прощении? Ты подставил моего лучшего ученика. Пошел вон отсюда. Папа, между прочим, ты выгоняешь моего жениха. Найдешь себе другого. Или можешь уметаться вместе с ним. Вон отсюда из моего дома. Все вон. Круто старик с ним разобрался. А жена его как кол проглотила. Интересно, чем мне не нравится наш Николаев? А я, кажется, догадываюсь чем. У Анисимова машина есть? Есть, только на ней жена ездит. Сам Анисимов не любит за рулем сидеть. Понятно. Вы вот что, осмотрите колеса на этой машине, а я еще раз поговорю с матерью нашего клиента. Скажите, а почему вы так не любите семейство Анисимовых? Ведь со студенческих лет прошло столько времени. Ложь и предательство не имеют срока давности. Это все, что я вам могу сказать. Ну что ж, тогда я продолжу. Вы скрываете от сына, что Анисимов его отец. Это так? Откуда вы знаете? Да просто видел. У фотографий Анисимов в молодости. Да они очень похожи. Много общего. Да и к тому же эта взаимная симпатия. Не просто так. Ведь Гена еще никто не отменял. Это вот я больше всего боялась. Что когда-нибудь все выплывет наружу. А почему Анисимов ничего не знает о сыне? Это долгая история. Ну что ж, я не тороплюсь. Мать Николаева рассказала Лукину, почему она скрывала от сына имя его отца. Детектив позвонил Анисимову и попросил всех участников событий собраться в архитектурном бюро. Помните, что на пятом курсе вы дружили с одной девушкой, Зоей Шиловой. Даже был назначен день свадьбы, но свадьба не состоялась. Да, потому что эта девушка меня предала. Как выяснилось, это ее предали. У Зои была подруга, расчетливая подруга, которая так же мечтала выйти за вас замуж. Так вот, однажды эта подруга пригласила Зою к себе в гости. Сергей, мне надоело слушать этот бред. Там собралась большая компания. Подруга Зою подмешала в сок водку, а потом студенты решили сыграть в бутылочку на раздевание, как тогда водилось. Так вот, весь этот процесс подруга фотографировала. Ну, фотографии увидели. Так это вот эти снимки, это... Которые вам показала Элла Валентиновна. Дело в том, что все это было сфабриковано. Я представляю, сколько грязи было вылито на вашу невесту. А вы, конечно, поверили, бросили беременную девушку. Да-да, и в отместку женились на ее подруге. Что? Что вы сказали? Что Зоя была беременна? Да, Зоя была беременна. Николаев Александр Сергеевич, ваш сын. Да, кстати, на этой неделе ваша супруга дважды пыталась его убить. Что вы такое несете? Сергей, не слушай его, пожалуйста. Все, что говорит этот человек, ложь. Ни слова правды. Подождите, а зачем она пыталась его убить? Дело в том, что ваша супруга знала, что Зоя родила ребенка, что вы не общались. Теперь, когда вы пригласили Николаева к себе на работу, она испугалась. Чего она испугалась? Она испугалась, что взяв Николаева себе в замы, вы рано или поздно узнаете, кто его мать, поймете, что это ваш сын, и вся эта ложь выйдет наружу. К тому же Лера стала обращать внимание на молодого специалиста. Так вот, почему меня к тебе так тянуло, братец. Элла Валентиновна не могла объяснить причину, по которой Лера не могла выйти за него замуж. Да, она испугалась, что все выйдет наружу. Она потеряет все. Положение в обществе, ведь это только с вами, она кто-то со знаменитым архитектором. А на самом деле она ничто. Вот она и решила убить вашего сына. Нет, я не верю. Но Элла, она слабая женщина. Мы проверили вашу машину. На диске переднего колеса есть отчетливый след. Если сделать экспертизу, то наверняка она подтвердит, что на бордюрном камне след именно от этого колеса. Ненавижу. Ненавижу. Вы разрушили все, что я строила годами. Сволочь. Подумаешь, какие-то снимки. Ну, мало что в жизни бывает. Неужели из-за такой ерунды нужно было бросать любимую девушку? Ну, Лен, знаешь, времена-то раньше совсем другие были. И отношения между людьми были, знаешь ли, высокие были отношения. Вам, молодым, наверное, это вы уже и не понять. В отношении Эллы Анисимовой возбуждено уголовное дело. Николаев с отцом вместе работают над большим проектом. Лера и Кровец поженились и переехали в другой город. Продолжение следует...